Тихоокеанская мостостроительная компания И когда все объекты саммита ОТЭС, а их было по-моему около 100, которые она строила Владивостоки, были закончены, это 2012 год, она получила хороший подряд и ушла на стройки космодрома Восточный. И казалось, что перед этой компанией замечательный взрывок, она становится крупной, федеральной, мощной. Перед ней открыты все любые самые сложные конструктивные задачи. Строить космодром, что может быть лучше. Но, как я и сказал, сейчас в Уссурийске рассматривается дело, по которому Виктор Григорьевич Гребнев должен быть признан виновным в ряде инкриминированных преступлений. И мне очень хочется просто поговорить. Суд еще не вынес решение, это будет оглашено, последние слова произойдут в мае. Мне хочется поговорить, как состоялась судьба этой компании и что произошло с компанией и с человеком, который ее создал и который ею руководил. И вот для этого разговора я сегодня пригласил в студию юриста, адвоката Игоря Михайловича Полякова, который в воле судеб или звезд оказался втянутым в процесс и защищал Виктора Григорьевича последние лет 5, с 2015 года. Давайте с самого начала. Вот смотрите, 2012 год. В конце февраля или в начале марта снимают Дарькина. Все работают по-прежнему. Ладно, поменялся губернатор. Мосты сданы вовремя, объекты сданы вовремя. Компания вышла на новый уровень. Почему вдруг ее судьба сложилась так несчастливо? Вот я с этого философского вопроса зайду, прежде чем нам перейти к обвинениям и тому, что вы о них думаете. Что вообще за процессы, по которым крупные строительные компании, которые были подрядчиками важнейших государственных объектов, стройки ли в Владивостоке, стройки ли под Олимпиаду в Сочи, почти все из них в итоге разрушены и кончили банкротство. Все компании, которые строили мосты в Владивостоке, уничтожены. — Добрый день. Все-таки я на такой, как вы сказали, философский вопрос тоже отвечу философски, потому что я все-таки должен каких-то рамок придерживаться, иначе мне просто скажут, ты же действующий адвокат, позволяешь такие откровения в эфир пускать. — А то другому не мешает. — Ну, должна быть какая-то этика. — В рамках этики, конечно. — Давайте скажем так, этот тренд нехороший по всей России, и компания ТМК в этот торнадо просто попала. В чем суть этого тренда? Компания мощная, с репутацией, с именем, с десятилетним стажем работы. Как правило, это компании-приемники советских мощных структур, в том числе и мостотряд, он с 50-х годов. Они выполняют очередной федеральный какой-то мощный заказ-проект, затем происходит со стороны заказчика задержка платежей, но компания, любая компания коммерческая, она в процессе федерального строительства привлекает на стартовый этап заемные кредитные деньги банковские. Это условие. Почему? Потому что страна обжигалась на контрактах 90-х, 2000-х, когда перечисляли деньги заранее авансами и платежами, они выводились в офшоры, все разбегались, а вот и мы в домике. Компания банкрот. Сейчас так не делают. Говорят, вы заходите, работайте, по мере выполнения работ мы будем актировать, и вам платежами по отработанным уже по каким-то периодам строительным мы будем вам компенсировать ваши затраты и, соответственно, давать и прибыль какую-то. Ну да, вот Космодром Восточный, там был главный подрядчик спецстрой, у него был спецстрой, и дальше уже пошли разные другие подрядчики. Да, конечно, ну и я закончу мысль, я закончу свою мысль, отвечая на ваш вопрос. Соответственно, компания привлекает кредитные деньги, строит, в какой-то момент кем-то принимается решение, давайте тянуть с платежами авансовыми. И получается, компания должна в это время платить, возвращать кредит проценты, а ей тянут с платежами, придираясь к разным, по разному поводу. Это путь к банкротству. И в конечном итоге компания заваливается, как огромное животное, которое начинает болеть и страдать без нехватки финансов, налички, она заваливается на бок. Тут же его банкротят, в конечном итоге деньги, которые должны было платить государство, они остаются в бюджете. То есть на этом экономят государство. Я не могу сказать, кто на этом экономит, я просто говорю, что подрядчик, выполняющий работы, не получает деньги под разными условиями, нюансами, недоразумениями и банкротится. Пропадает он и, соответственно, списывается, как паровозный пар долг. Я сейчас вспомню историю. Вы, наверное, знаете, что на трассе на Хасан есть знаменитый экологический туннель. Туннель построен якобы для леопарда, на самом деле для машин, а чтобы по верху ходили леопарды. Так вот, все компании, которые строили, там 4-5 было подрядчиков этот туннель, они все по площади разорялись, они были банкротами. Но, кстати, ТМК была последняя, которая включила эту стройку, она ее завершила. И так получилось, что я там подвозил одного человека, который вспоминал Гребнева чрезвычайно хорошо. И говорил, что как чудесно мы работали, какие были хорошие условия труда для работников. Это было несколько вагончиков, причем вагончики были и с душем, и с бани. Хорошее питание, хорошее обмундирование, если не обмундирование, а спецодежда. Хорошее снабжение и достойный зарплат. За что его судят? В чем обвинение видит его вину? Обвинение по двум статьям. 160-я это растрата. И 196-я преднамеренная банкротства. Давайте сразу разовью, потому что цифры в голове не останутся у наших служителей. Вы имеете в виду номера статей? Да. 160-я, давайте начнем с космодрома. Считается, что он растратил, похитил денежные средства в размере более 400 миллионов рублей, которые являлись авансовыми платежами Дальспедстроя, перечисленными за вот стройку на космодроме ТМК, его компания. 400 миллионов он себе прикарманил. Да, безусловно, так и надо говорить. Почему? В корыстных целях похитил эти деньги. И второе обвинение, что он... ...которые были в договорных отношениях с этой компанией, не дополнить им денег, это миллиарды. Я понимаю всю абсурдность, вы на меня сейчас так смотрите, удивительно, но это обвинение. Нет, я поэтому и говорю, что это дело показательное. Давайте поэтапно начнем с растраты, с хищением. Хищение, растрата, как там еще правильно написано? Растрата. Путем растрата, хищения. Путем растрата целевых. Целевых денежных средств, да, предназначенных для строительства космодрома. Давайте я сразу скажу схему, и будет понятно, о чем мы будем говорить в дальнейшем. Схема, в которой я увлечу. Схема, да, именно схемой скажу, она будет такая доступная, но понятная уже. Затем в развитие. 2012 год. На космодром в числе прочих подрядчиков, субподрядчиков, а генеральным подрядчиком являлась Дальспидстрой. Заказчиком являлся Роскосмос. Ну, это государство. Заходит в том числе и ТМК. Ему определяют определенный объем работы. Поэтому, чтобы у граждан не сложилось сейчас сразу же у наших слушателей мнение, а, ну понятно, ракета же не взлетела, а кто должен отвечать? Негребнев, что ли? Это Негребнево фронт. Он строил. Да, проблемы. Он не построил. Он строил в ряду с другими подрядчиками. В ряде с другими подрядчиками. Те работы ответственные, которые, самые ответственные, которые ему были поручены, он сделал на 5 баллов. Это секретный цех, где происходит сборка носителя и выгон его на стартовую площадку. Это подземные работы. То есть там нельзя что-либо похитить, недостроить. Это, скажем, это как лаборатория там нанотехнологий каких-то. Там все должно быть идеально, как говорят, вылезано бытовым языком. Это с 2012 по 2014 год. Да, ну в 2012 соответственно. Более того, я даже где-то читал в материалах, но не делал, а где-то в прессе, что за этот период он почти не получал финансирование. Вот это мы сейчас поговорим на эту тему. Вот смотрите, я сейчас все это отвечу. Вот этот работ выполнен им на ура. В 2012 году он заходит. Разумеется, схема, как я уже в самом начале нашего диалога говорил, схема такая. Заходишь, начинаешь строить, потом идут авансовые платежи через Дальспидстрой, через Роскосмос, все. Компания, разумеется, в России на сегодняшний день никакая не может достать собственные деньги в размере сотен миллионов, под миллиард рублей. Она всегда кредитуется. Разумеется, компания ТМК берет кредит в одном из банков. Эти деньги, около 500 миллионов, она тут же целевым назначением пускает на закуп строительных материалов, на всю расходную часть, которая сопровождается начальным стартовым процессом строительства. То есть сразу же скажу наперед, чтобы ни у кого не сложилось впечатление у критически настроенных людей, но где же воровство, где хищение, о котором адвокат старается не сообщить нам. Так, 500 миллионов он взял в банках, 400 похитил. 400 похитил. Взял в банке 500 миллионов, деньги ушли на стройку, сразу же скажу, никаких обналичиваний не было и нет, и в деле про это даже не говорится. Сотрудники ФСБ оперативно проверяли, их как вот Церберов подключали к этому вопросу, в конечном итоге развели руками, пожали руки, сказали, Виктор Георгиевич, этого хищения не подтвердилось с нашей точки зрения. То есть обналов никаких не было, все платежи шли только в безналичном порядке. Я вас перебью, я вспомнил, когда Гребнева все-таки в 15-м году задерживали под белой ручкой и повели в милицию, мне передавали, не знаю, правда или не правда, он сказал медицинеру, да меня ФСБ проверяло, куда вы меня ведете. Он так и сказал, мы все удивились, он сказал, подождите, меня же проверяли, мне руку пожали, сказали, вы по сути единственный человек по нашим их там десяткам сотен оперативных материалов, которого мы, ну, подтвердилось, что вы не участвовали в хищениях. А это принцип был Гребнева, захода на строительные площадки саммита ТЭС и до этого строек, что обналичных фирм нет, каких-то присосок нет, я строю и получаю прибыль. У него работа была отлажена так, как у некоторых компаний, и зачастую в советские времена, когда отладишь хорошо работу, не нужно похищать, ты получаешь такую прибыль максимальную при организации труда, что тебе рейтинг твой растет, на тебя все смотрят. Вы сейчас сказали чудовищную вещь, что иногда эффективнее работать. Конечно, да ну, о чем вы говорите, это знают многие. Но мало кто делает. Мало кто делает, потому что у нас компаний нет рейтинговых, компаний однодневки, для того, чтобы выйти на такой уровень, когда лучше организовать все в белую, как говорится, белая работа, белая бухгалтерия, проходят десятки лет, могут пройти. А у него компания с 50-х годов, конечно, ее рейтинг работал на нее, она получала деньги, ну, как, я не знаю, не как адвокат, давайте так, есть представители профессии, которые могут получать деньги за имя. Это правда, да, это естественно. То есть не нужно похищать, вообще, ты должен быть вне, так скажем, Цезарь, вне подозрений, жена Цезаря вне подозрений. Значит, сразу скажем, что его обвиняют в том, что он эти 400 миллионов вернул банку. Давайте схему тогда расскажу, а то получается у нас этот момент, да, зависший. Он берет 500 миллионов. Итак, он два года строил, на это время кредитовался в банках, и его обвиняют в том, что он, ну, давайте, скажите. Да, давайте скажу я, и сразу все станет понятно. Он берет эти 500 миллионов с банка, эти деньги тут же траншевыми платежами уходят на стройку, начинается строительный этап, с котлована, рытья, бригады туда наши, с Владивостока, вот эти сборные мобильные поехали, специалисты привлечены. Все, идут затратные части, она тут же исчисляется, первоначальный этап, кто связан был с подрядами, он понимает. Первоначальный этап, он связан с миллионами миллионов расходных частей, это потому что закупы идут и прочее. Строится, пошли авансовые платежи, авансовые платежи пошли, да, к концу года текущего, от государства, да, уже до спецстроя полились. И он начинает также эти авансовые платежи исключительно с расчетных счетов, никакой об наличке, наличку никто не трогает. Гасит кредит, он гасит этот кредит. Там было два банка. Там было два банка, еще Сбербанк, но обвинение сконцентрировано на транскредит банки, на втором банке. Он гасит этот кредит, все. Следствие говорит, а на каком основании ты платежи, которые поступали... Целевые платежи, ты гасил кредит. Он говорит, подождите, я гасил кредит, потому что мне нужно было, я работы сделал, сделал. У меня авансы написаны в платежках за выполненные работы, это моя прибыль. Почему я должен, как бы, круговорот, как карусель? Вы мне даете авансы, я их тут же трачу на дальнейшее строительство, а себе что оставляю? Что мне делать с кредитом? Я гашу на кредит. Тогда возьми... Сейчас давайте я уточню. Итак, вы же мне сказали, я просто переспрошу. Да, конечно. 500 миллионов он получил от банков, от двух банков. От одного банка. От одного банка. Да. Ему вменяют 400 миллионов. Почему не всю сумму? Давайте я вот сейчас как раз закончу про эту схему, да. Но возник вопрос, а кто тогда потерпевший? Мы говорим, хорошо, если он похитил часть денег... У своей компании. Да, свою... Если... По идее, если вы говорите, не вы, я имею в виду следствие, а говорит сторона обвинения о хищении бюджетных денег, там везде бюджетные деньги, не целевое использование, я говорю, тогда Роскосмос и должен быть потерпевшим. А Роскосмос и Дальцпедстрой подняли руки, сказали, не-не-не, он работы выполнил. Вы нас к этим вашим разборкам с прокуратурой, со следственной... Не привлекайте, решайте сами. А потерпевший нужен. И тогда говорят, ну ладно, тогда пускай это будет ТМК. Ему тут вообще защита села. Подождите, как Гребнев может быть расхитителем денег в своей компании ТМК, а ТМК становится потерпевшим по делу денег, которые пришли за выполненные работы с Дальцпедстрой, и ТМК погасила по кредитному договору Транскредитбанку. И теперь ТМК, которая никогда не обладала этими безналичными, оборотными деньгами своими, в размере, в данном случае, 407 миллионов, теперь оно претендует из Гребнева, чтобы, получается, обогатиться и получить... Где было этих денег, сейчас компания претендует на эти деньги. Игорь Михайлович, вот эта история, почему я этим делом заинтересовался, чрезвычайно похожа на то, что происходило в суде, в следствии по делу Игоря Пушкарева, Андрея Пушкарева и Андрея Лушникова. Ведь там тоже нет ущерба, нет потерпевших, да? Мэрия отказалась быть потерпевшим. И даже компания, которая руководила Лушников, она ведь тоже не признала никакого ущерба, которому нанял своими действиями Игорь Пушкарев или его подельники. И здесь ведь то же самое. Аналогия, да, конечно. Тычет пальцем, говорит, ладно, все равно ты будешь потерпевшим. Мы вместо тебя будем твои интересы защищать. Это тренд. На сегодняшний день люди живут и не понимают, что мы тихо погрузили в тину тоталитаризма 30-х годов, сталинского правосудия. Единственное отличие, что людей не расстреливают. Много вот таких заказных дел, где людям, ну, щадящий режим, им дают лишение свободы на много лет. Они расстреливают. То есть людей не расстреливают, но у них отбирают деньги. У них отбирают деньги, портят, обмазывают грязью репутацию. Но самое страшное, вот этих тружеников, специалистов экстракласса, их лишают возможности работать. В сталинское времена, в чем они были? Какой-то маленький плюс. Организовывали шарашки. Они хотя бы, эти специалисты, там работали, ожидая приговора. А ему даже это не... Так ему домашний рост. Он под ним сидел. Он просился. Говорит, слушайте, я два года просто сижу, смотрю телевизор. Дайте мне работу. Я бесплатно буду работать. Я готов. Не, сиди. Ну, это больное государство, больная ситуация. Ваша аналогия с сталинским временем сильно хромает, хотя бы потому, что процент оправдательных приговоров при Йосифе Виссарионовиче был намного больше. Давайте я спорю сразу же. Я уже не раз слышал этот термин. Я занимался уголовным судопроизводством, когда писал диссертацию. Да, это же не версия. Он скажет, вы даже никогда... Не вы, я говорю условно. Никогда не нужно сравнивать со сталинским периодом. Говорит, да там было все лучше, потому что там процент оправдательных приговоров, грубо говоря, был 3%, а у нас сейчас 0,3. О чем вы говорите? Там был... 0,0. У нас сейчас... Ну, 0,3. Там не 0,0. Зачем? 0,3, насколько я знаю. А еще из них потом половина в Верховном суде протестовывает. Давайте я вот сейчас закончу про сталинские времена. Там 3% это уже были вопиющие нарушения. Ну, давайте приведу пример. Стали мереть козы в деревне. Разумеется, нашли агронома, двух пастухов, и 5 человек расстреляли. Или приготовили к расстрелу. 4 расстреляли, а 5 оправдали, потому что это там парень 16 лет, который помощник. И потом выяснилось, что, оказывается, построили комбинат рядом химический, очистных сооружений нет. Туда шел сток воды, люди болели, а животные умирали. И там 1 одного оправдали, а 4 просто закрыли глаза, их потом реабилитировали в 50-е годы. — Хороший пример, я снимаю. Значит, мы сейчас уйдем с 30-е годы, давайте вернемся в 20-е. — А, хорошо. — Сюда. Итак, значит, смотрите, я повторю для радиослушателей. — Тема длинного разговора. — Да, тема нашего разговора — это судьба Тихоокеанской мосостроительной компании, основателя которой, совладельца которой, генерального директора которой, сейчас в Уссурийске заканчивается процесс. Судят по двум обвинениям. Ну, я начну с последнего. Последнее — это обвинение в сознательном банкротстве компании. А первое и самое сложное, ну и самое обидное обвинение в том, что он якобы мошенническим путем похитил 400 миллионов рублей. А куда он их делал? Давайте я с конца начну. — Он их погасил, кредит банку. — Подождите. Если он эти деньги, которые получил от своего генерального подрядчика, перевел в банк. Давайте возьмем у банка справку, где будет написано. — Банк подтвердил, что да, мы получили деньги за погашение кредита и процентов, все в рамках договора. — Банк был в суде? — Ну… — Приглашался, он присутствует банк, эти документы эти? — Есть, разумеется, все документы, все приглашались, документы есть подтверждающие 100%, что да, погашен кредит, у банка претензий нет. Если бы Гребнев и ТМК в лице Гребнева не погасили кредит, мы бы эти деньги и так списали. Там есть такой термин такой, кто специалист поймет, безакцепное списание. Потому что у них по условиям кредитования, целевых кредитований, банк имеет право, не дожидаясь суда, списывать деньги со счета компаний, когда идет просрочка по платежам. Да мы и так бы списали. Это один из аргументов защиты о том, что что сделал Гребнев, если бы банк, даже он бы не перевел, банк бы и так их списал. — Давайте еще раз. Вот статья, по которой обвиняется господин Гребнев, она звучит так, еще раз я ее прочитаю. Значит, он, используя сослужебное положение и достоверно зная об обязательствах компании по строительству объектов космодрома и о том, что эти денежные средства, которые он получал, имеют целевой характер, принял для себя решение о возможности их хищения путем растрата. Итак, когда человек что-то хитит путем какой-то растраты, то есть, как я понимаю, ну я сейчас не юридически говорю, а очень по-простому, я понимаю, что он эти деньги должен взять компанию и кому-то своим родным отмыть, кому-то передать, дочке может отдать, может бабушке, может на Кипр очень популярно перевезти. Но это же здесь не произошло. — Не произошло. Вот в этом-то и парадокс. Почему я и заговорил, потому что мы вернулись тихо, погрузились в пучину инквизиционного правосудия средневекового. И следствие это понимает? Вы думаете, кто-то это не понимает? Все все понимают. Только говорят, не, ну есть же, есть вот, ты знаешь, Путин держит на контроле президент, поэтому вот так, что мы можем сделать? Это негласно говорят, не в кабинетах, а в коридорах. Я говорю, подождите, у вас холопское сознание. Путин что, сказал, вешайте гребневой, готовьте виселицу, я хочу, я его ненавижу. Конечно, он такого не говорил. Он говорил, разберитесь, если есть хищение, накажите виновных. Но в вашем понимании, холопском, разобраться, это значит осудить любой ценой человека, даже когда заведомо незаконное обвинение предъявляется. Гребнев-то какое преступление совершил? Вот вы сейчас обратили внимание. Я говорю, он вывел деньги на кого-то, он подсунул какой-то лишний там левый, есть такой сленговый термин, контракт, по которому деньги ушли. Да, завысил. Он же ничего не, он же погасил кредит на работы, которую он фактически сделал. Космодром же работает, работает. Где на то, что вы сейчас предъявляете 407 миллионов в хищении, у нас события хищения самого нет, не состава преступления в действиях Гребнева. Покажите, где на 407 миллионов работы в его цеху, которую он делал, не сделаны, все функционирует, все идеально. Как вы можете говорить, что было хищение, и он что-то сделал неправильно, никак? А в чем смысл стороны обвинения, вот именно так квалифицировать действие? То есть это сознательное давление? Это кто-то сводит счеты с человеком. Да, конечно, элемент тут есть, введение счетов, но я даже вам намекать не буду. Кто-то же должен заказать такое дело? А я просто, я же подготовился, я посчитал, я даже знаю, что может быть, не знаю, я предполагаю, что может быть дело началось не на космодроме, я хочу сказать Байконур, на космодроме восточной в городе Свободной Амурской области, а во время строительства моста через Золотой Рог, когда этот мост строили с двух сторон две компании. С нашей стороны, скажем так, где мы сидим, строила ТМК, а с другой стороны началось строительство компании из Хабаровска. И в какой-то момент эта компания стала отставать, и тот же Гребнев сказал, да как-то плохо вы работаете, давайте мы без вас все достроим. То есть он перешел дорогу, как минимум, этой компании, за которой, как говорят, тоже стояли очень крупные люди, даже называются фамилией одного министра. Ну это называют, я даже не буду ее называть. Да, тем более не надо мне называть, даже слушать не хочу. Ты чего повел себя чрезвычайно гордо? Что такое стройки к саммиту ОТЭС? Это возможность не только построить, но многим людям заработать. Конечно. Правда ли? Ну это одна из причин. А он не дал кому-то заработать. Это предположение. Я понял, что вы хотите сказать. Я вас услышал, я не могу так комментировать. Вы же меня пригласили все-таки к адвокату. Я сейчас начну предполагать, а вот теневая подземная работа троллей, которые пытаются волну нагнать. Я читал вашу вещь судебную, которую вы, наверное, уже произнесли, просто текст у меня перед глазами. Я вижу, что вы здесь долго танцевали над квалификацией действия обвинения по этой статье. И вот если вам поверить, то получается, что Гребнев не хитил деньги. Да, конечно. А вы же сами уже ответили по вопросам, как можно похитить деньги. И более того, эти деньги не имели целевой характер. Это были не целевые деньги. Да, конечно, они и не были целевые. Но это там очень много доводов защиты. Подождите. Получается, вот есть такая классическая юридическая загадка. Иванов убил Петрова. Выясняется, что не Иванов, что не Петрова и не убил. Вот по этой вашей статье, по первой части, я понимаю, что именно так. Да, Гребнев, но не похитил. А если деньги перешли, то даже не он подписывал. Подписывали там другие люди и без него. И деньги пошли просто тому, кому должны были пойти. Он на этом не обогатился. Да, безусловно. Это в интересах ТМК было сделано. Так, а теперь вот вы не захотели говорить со мной про господина Абызова, захотели говорить про господина Путина. Скандал на космодроме Восточный ведь начался с чего? Что наши замечательные строители этого космодрома, там спецстрой, дальспецстрой, многие подрядчики, они получали или, возможно, получали деньги от государства, но как-то не хотели платить конкретно рабочим. И вот, между прочим, вот сейчас я прав или не прав, наверное, это был 2014 год, да, или 2015, наверное, 2014, нет, 2015 год, когда уже Гребнев, по-моему, не руководил компанией. Не руководил в 2015 году. В апреле 2015 года была поездка, по-моему, Путина на космодром, была какая-то встреча с рабочими, рабочие пытались ему, вернее, те, кто на космодроме пытались не допустить до рабочих, и тогда именно наши ребята, по-моему, из Уссурийска, залезли на крышу там своих вагончиков и крупно написали большими-большими буквами «Уважаемый Путин ВВ, спаси рабочих, 4 месяца без зарплаты, хотим работать». И, говорят, наш президент топнул ножкой, стукнул кулачком, сказал разобраться, и после чего многие люди из Дальспецстроя, ну вот, они были задержаны, им вменялась растрата, либо там хищение на миллиарды рублей. И более того, знаете ли вы или не знаете, но, по-моему, да, в январе этого года один из бывших генеральных директоров Дальспецстроя покончил с собой в Москве. Причем это был тот генеральный директор, которого уже поставили на место снятого генерального директора, но который отметился тем, что он взял и свою жену трудоустроил на какую-то хорошую должность, дав ей зарплату в 800 тысяч рублей в месяц. И господин Рогозин об этом публично написал, сказал, что нам с такими людьми не по пути. То есть вокруг крупной стройки всегда есть хищение. Да. И не может быть так, что туда приходит честная компания, и она, оказывается, не замарана. Вот ключевой вопрос. Гребнев имеет отношение к задержкам, к зарплате своих... Никакого отношения, ему это и не вменяют. Это очень важный момент. Гребнев не имеет никакого отношения к задержкам зарплаты, зарплаты, и поэтому следствие, как ни пыталось еще вот эту ситуацию, которую вы рассказали, распространить на ТМК, Гребневу не вменили ее. Потому что не установили его виновности в этом. А он в тот момент работал в этой компании? Да нет, как пошли... Давайте об этом расскажем. Когда пошли невыплаты заработной платы, они пошли... Нет, нет, я бы сказал так, что когда он пришел на... Ну, если я могу так сказать, когда компания ТМК вошла в число тех важнейших компаний, которые было доверены государству строить космодром восточный, к нему подошли знакомые ему люди, или через последний, говорят, слушай, а давай мы тебе тоже поможем работать, давай мы тоже войдем в твою компанию. Дальше, наверное, вы расскажете. Он же продал свою компанию в итоге. Мы сейчас говорим уже не о космодроме, да? Непосредственно мы говорим уже около этой ситуации. Одна из причин, почему компания оказалась вот в такой плачевной ситуации. Мы перейдем к второму обвинению в банкротстве. Дело в том, что компания после окончания работ на космодроме уже начала болеть, потому что приостановились авансовые платежи со стороны Дальцпедстроя. Уже пошел тренд, компанию как бы подталкивать к банкротному состоянию. То есть компания работы выполняет уже своими оборотными средствами, а расчета за них не получается. И тут в ТМК заходит новая команда москвичей. Я о фамилии не хочу говорить. Они договариваются с Гребневым о том, что давай мы у тебя выкупим компанию или купим долю ее основную, все законно по договорам купли-продажи на символических условиях. И цену они реально оговорили. Там 3 миллиона рублей. Сразу скажу, это, так скажем, 1 рубль для компании, которая имеет десятки миллиардов оборота и у нее имущество там миллиарды. То есть такие компании оцениваются в миллиарды. Ну, вместо нескольких миллиардов люди заплатили 3 миллиона. Это 1 рубль. Но для какой цели? Он остается генеральным директором. И самое главное, они компанию выводят непосредственно на федеральный уровень, предоставляют возможность площадке аукционной, где она получает и выигрывает новые федеральные заказы и становится, ну, не то чтобы монополистом, выходит на такой подрядный Олимп. И там уже по всей стране получают и обороты, и прибыль. Сохраняется коллектив полторы тысячи специалистов экстра-класса, ну, где-то от 40 до 60 лет, у которых стаж работы в среднем был по 30 лет в этой отрасли. То есть это незаменимые люди. Их нельзя просто, как бисер, разорвал там вот эту ниточку и разметал его по земле. Ты не соберешь их никогда. Их собирать нужно потом 10-20 лет. Сейчас еще раз, чтобы поняли радиослушатели. Итак, 12-й год, стройки АТС в Владивостоке закончились. ТМК нашла новый объем работы, это «Восточный». И там выяснилось, что «Восточный»-то хорошо. Но это совершенно другой масштаб. Там нет, условно говоря, никакого прикрытия. Нет своего губернатора. Он остался в Приморье. Даже к тому времени Дарькина уже нет. И я думаю, что Гребнев просто подумал и сказал, что, наверное, нужны какие-то люди, которые бы помогли развивать эту компанию. Нужны тягачи. И вот появились те люди, которые, условно говоря, москвичи, которые формально у него компанию выкупили. Да, символически. И через два месяца его уволили. Да. Вопреки тому, что обещали ему, что он будет руководить Почему его уволили? Это был уже неконтролируемый Гребневым тренд. То есть, когда они заходили, они сказали, мы гарантируем и обеспечим компанию ближайшие месяцы подрядами. И начались уже по линии бухгалтерии, начались попытки подготовки документов на оплату сомнительных работ для компании ТМК. Возможное хищение. Я не имею право так говорить. Зачем я буду говорить про хищение? Это и так понятно. Это вы сказали. Я так не сказал. Он насторожился. Он насторожился. А что это за оплаты? Какие-то фирмы сомнительные туда надо переводить? Не сотни тысяч. А туда надо переводить 20, 30, 50 миллионов. В конечном итоге сумма зашкаливающая стала. Больше 100 миллионов. А там готовятся целые пакеты. Транши вот таких переводов. Он, разумеется, воспротивился. И тут же был снят с руководящей должности, заменен другим человеком, который... Господин Гастеренко, да? Или нет еще? Господин Гастеренко. Смотрите, просто для меня я уже встроиваю логику. Мы же сейчас не в процессе. Гребнев пригласил людей, на которых он надеялся, что они помогут компании жить и получать заказы дальше. Он, я думаю, даже мечтал, что ну вот теперь мы из приморской компании, из бывшего уссурийского моста отряда. Наша маленькая компания выросла уже в монстра всероссийского, федеральную компанию. И вдруг через месяц он видит, что все идет не так. Ведь он, наверное, обратился в правоохранительные органы, как я понимаю. Конечно, он сначала стал скандалить. Но подачи вот этого нового генерального директора осудили и посадили. Там, видите, нельзя сказать, что это он сам на себя накликал беду. Нет. Дело в том, что на протяжении полугода там целый, пошел целый, так скажем, негативный тренд производственный со стороны нового руководства, который сопровождался выводом денег на подставные фирмы-однодневки. На пресекании рода каких-то там подрядных работ, предположим, далее шло взыскание задолженности администрации края для ТМК. ТМК как бы просудила и доказала, что за перенос памятника героям, Тихоокеанцам, предположим, нужны 60 миллионов. Там суммы были более 700 миллионов. Они отказались от этих требований. То есть они начали создавать условия, когда компания не получала деньги, да, проседала. Законные деньги, отработанные с одной стороны. С другой стороны, компания, ну, вынуждена была выводить деньги. Сменялись подрядчики и многие руководители спецстроя, да, спецстроя сейчас либо осуждены, либо тоже посредством за хищение. Но он к разделу Гребнева абсолютно на те дела не похожи. Потому что в его деле я вижу не хищение, а попытку обвинить в хищении. Хотя на самом деле деньги он вернул банку. Ну вот, мы остановились на том, что мне непонятно, почему вдруг москвичи, которые пришли в компанию, которые купили символически там за 100 тысяч рублей или за 1 миллион, вдруг решили эту компанию банкрутить. В чем тоже обвиняют Гребнева. Игорь Михайлович, давайте еще раз поясним. Ну, наверное, это тренд всех москвичей. Вы же сказали замечательную вещь, что если хорошо работать, можно много зарабатывать. Но есть другой путь в экономике. Можно купить компанию, ее разорить и на этом быстро зарабатывать. Конечно, психология стервятников. Здесь по этой схеме и пошли они. Почему предполагаем? Это уже я имею право это говорить, потому что это доказано приговорами, вступившими в силу. О том, что шла обналичка денег, попытка, и не попытка, вывод денежных средств в кризисной ситуации, в которой оказалась компания, вывод денежных средств на подставные фирмы. Это доказано приговором, который вступил в силу. Итак, подождите. Значит, сначала Гребнев отдал компанию, условно говоря, москвичам. Через два месяца его сняли с должности генерального директора. Он заплакал, ушел в администрацию, возглавил там департамент в ранге его. Новое руководство принимает решения и совершает действия, в том числе заключает, расторгает сделки, которые компанию завалили вообще откровенно в течение полугода. Прошел вывод денег. Включает невыгодные для компании. Или пресекает своими волюнтаристскими действиями получение компании дебиторской задолженности. То есть приток денег. За это новый генеральный директор господин Нестеренко был осужден. Он и второй человек. Я не называю фамилии, вы их называете. Я знаю фамилию Нестеренко. И второй человек, они более того, по приговору вступившему в силу осуждены были. Но к этому времени уже пошла мощная волна задержек по заработной плате. Как раз на 15-й год. Принцип работы Гребнева, принцип работы всей компании, но особенно перестроечной России Гребнева, зарплата работникам, так как они специалисты экстракласса, должна идти в первую очередь. Ребята никогда не было. Потому что у него позиция такая, работник и семья должны быть накормлены. Тогда они работают капитально. Если нет, они просто специалист махнет хвостом, как эта лиса, как кошка, которая гуляет сама по себе, и уйдет в другую компанию. Хорошо. Второе обвинение в его адрес именно в этом и состоит. Что именно его теперь обвиняют в том, что он сознательно хотел банкротить предприятие, которым он уже им не руководил. Да. Ну здесь на самом деле это до такой степени... Этого никто не понимает. А суд? На самом деле, я думаю, все все глубоко понимают. Но как мы уже затрагивали тему правосудия тоталитарного, все равно есть какой-то тренд. Надо хочешь, не хочешь, но вот копайся и обвиняй. А там дальше разберутся на веках. Вот копайся и обвиняют. Я суд не беру. Суд еще не вынес приговор. Я не могу сейчас комментировать позицию суда. Если я не ошибаюсь, ну вот вы мне говорили, что как раз когда в мае, по-моему, 15-го года было принято решение все-таки Погребневу предъявить ему обвинение, то его хотели даже поместить под стражу. Да, конечно. Было несколько попыток. Судья фронзенского суда, если не ошибаюсь, да сказал, ребята, да не из-за чего. Ну, скажем так, она сказала это недословно. Она не может сказать в процессе судебного разбирательства. То есть она не поддержала вот такой запрос? Да, назовем это. Да, конечно. Не поддержала вопрос обвинения. Более того, не поддержала обвинения и апелляция суд второй инстанции. Тогда оппоненты, сторона обвинения синициировали ситуацию и пошли через другой суд, через уссурийский. И произошло то же самое. Его задержали, он отсидел двое суток, затем пытались заключить под стражу и опять осечка. Опять не заключили под стражу. Суд отказывался, потому что, нет, он был на подписке в тот момент. Суд отказывался это делать, потому что, скажем так, переведу текст документов на бытовой язык. Судья говорил, послушайте, есть же какие-то пределы. Нет оснований для заключения под стражу. Но человек, это уважаемый человек, он все сделал. Это специалист сам экстракласса. Зачем его? Есть какие-то... Он не представляет опасность. Да, он не представляет такой опасность, что заключать под стражу. Потому что дело настолько еще сомнительное и сырое. Мы не видим с очевидностью. Судья всегда смотрит с очевидностью, усматривается преступление или нет. А дальше уже позиция следствия доказать и возможности. А когда она не усматривается, как это, знаете, жижа, месиво. Ну, позволю, такой резкий тиран, такой блюотный. Еще непонятно, что там получится. И вот этот сырец, он такой некачественный, что судьи просто не стали на себя брать ответственность по-человечески. Хотя судья, он имеет право на ошибку, да, и он может выбрать, вынести любое решение. Но здесь ни один, ни второй, ни третий, ни четвертый судья, которые принимали участие по первой, по второй инстанции, они никто на себя не взял по-человечески ответственность заключить его под стражу. Хотя ведь могли сказать, а ведь у него же есть заграничный паспорт, может скрыться. Да? Я вас уверяю, на сегодняшний день система заключения людей под стражу так отлажена, как в 20-е годы, как парабеллум, работает безотказно. Там найдут основания, просто впишут, чтобы заключить под стражу даже под одним предлогом. Вы говорите уже о другом деле. Да, я говорю в целом. Проходит Игорь Пушкарев. Не, 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 я говорю в целом. Не про дело Пушкарев. И Андрей Лушников. Там ведь тоже якобы хозяйственные преступления, но тяжкие статьи и людей держат под стражей. Ладно, наше время истекло. Давайте вот в целом еще раз я повторю какие-то вещи, а вы меня поправите, в чем я прав и не прав. Значит, на мой взгляд, вот судьба компании Тихо-Анско-Мостостроительной и ее руководителей, совладельцев и основателя, господина Гребнева, она чрезвычайно показательна. Сейчас что-то происходит и в нашем правосудии, и в нашей экономике, когда на бизнес, бизнес можно вести честно и получать прибыль, но есть возможность бизнес быстренько разорить, продать, перепродать и получить прибыль еще быстрее, не затрачивая никаких средств. Если компания работает, она должна мучиться, она должна участвовать в акционах, побеждать, добывать какие-то средства, покупать технику, нанимать сотрудников. Это сложный процесс большой жизни, так и жизнь тяжела. Гораздо проще все, что есть на складах, продать, технику продать, получить меньше, чем, допустим, за год, если бы ты работал, но получить сразу, ничего не делая. Я боюсь, что вот ситуация с ТМК, вот на мой взгляд, она укладывается в эту схему. А вы что скажете? Ну, к сожалению, так оно и есть. Мы можем, если будет время, продолжить эфир, поговорить про вторую статью по 196. Да все понятно. Вот вторая статья, мне как посторонний человек не интересно, мне было гораздо интереснее узнать, как все-таки обвинение может с чистым лицом, с честными глазами уверять, что возврат кредита банку является хищением. А то из отработанных денег, прошу заметить, не просто возврат кредита, мы должны сделать акцент на то, что он эти деньги отработал, он построил свой объем. На сегодняшний день такие понятия, как совесть, честь, они, к сожалению, отошли на второй план. А квалификация? А квалификация, это уже... Это важнее, чем совесть и честь. Понимаете, выстроена вертикаль власти, которая дала крен такой неутешительный и ушла в сторону тьмы, тумана. И здесь сейчас исходится из того, что будь как будет, получены указания. Вот мы вынесем так или обвиним человека, а дальше вышестоящего руководства пускай пересмотрят. И сейчас вот эта вот круговая порука, которая закончилась на сегодняшний день тем, что тренд обвинительный откровенно, не только по делу Гребнева, это по всему уголовному судопроизводству, доказательства такие корявые, сырые, следствия... Почему суд? Ну, процесс же еще должен закончиться. Почему в суде не вскрывается то, что в обвинении, ну, совершенно слабая позиция? Вы по делу Гребнева или вообще? По делу Гребнева. По делу Гребнева я не могу сейчас критиковать позицию суда, потому что, ну, подождите, мы сейчас все в ожидании в осадном. Суд готовится еще только к окончанию следствия. Как я могу с судебным... Когда в мае? Вернее, оно уже закончилось. Когда в мае огласят? В мае последнее слово, и суд удаляется в совещательную комнату. Поэтому комментировать сейчас судью и говорить, что судья в чем-то неправ. Более того, как ни парадоксально, сама видна личность Гребнева, она заставила невольно дисциплинировать всех участников процесса, судебного процесса уже. И как бы не то, что сочувственно, а вот слушать хотя бы нас не было. У нас судья создал условия для работы творческие. Это на редкость тоже. Не было каких-то нервностей, обрывов, скандалов. Все условия создаются. Пожалуйста, защищайтесь, доказывайте, убеждайте меня. И наоборот, я скажу, что к судье претензий-то нет. Ну, будем ждать приговор. Но сейчас я комментировать это не буду. Да, хорошо. Вот такой разговор у нас сегодня получился. Игорь Михайлович Поляков, юрист, адвокат. Адвокат Гребнева был сегодня в нашей студии. Мы говорили о судьбе компании, о судьбе человека в наше непростое время. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин